Всем привет! Меня зовут Владимир, вы на моем канале, и здесь мы говорим об автомобилях, которые снимаются в кино. Очередной выпуск об очередном киноавтомобиле, и сегодня я бы хотел поговорить о машине главного героя замечательного сериала «Во все тяжкие», выходившего на телеканале AMC с 20 января 2008 года по 29 сентября 2013 года. Данное этого шоу имело просто ошеломительный успех, завоевало ряд престижных наград и, в общем-то, считается одним из лучших из когда-либо снятых. Пять сезонов, 62 эпизода и известная всем поклонникам данного сериала история о том, как 50-летний учитель химии в средней школе Альбу Керка, штат Нью-Мексико Уолтер Уайт, в исполнении актера Брайана Крэнстона, оказавшись в тяжелейшей жизненной ситуации, встает на криминальный путь, использует профессиональные навыки и умения ради, как ему изначально кажется, благой цели. Он хочет обеспечить будущее своей семьи перед своей смертью, которая, судя по всему, уже совсем близко. Я думаю, пересказывать сюжет этого ТВ-шоу нет никакого смысла, ведь за прошедшие годы все, кто был заинтересован историей трансформации скромного школьного учителя в матерого бандита, данный сериал посмотрели. Ну а те, кто еще не успел, welcome, ведь во все тяжкие это без преувеличения современная классика. Ну а мы в данном ролике поговорим, как всегда, о транспортном средстве, на мой взгляд, невероятно точно подходящего главному герою сериала, во всяком случае, его, так сказать, изначальной версии. Позже, постепенно меняясь, высвобождая свою годами подавленную темную сторону, Уолтер Уайт пересядет на более подходящую его характеру и статусу автомобиль, но обо всем по порядку. Итак, в сентябре 2013 года, как раз параллельно с выходом заключительных эпизодов финального сезона шоу, на площадке интернет-аукциона Screenbit были проданы 9 транспортных средств, снимавшихся в сериале во все тяжкие, включая один из автомобилей-дублеров основного транспортного средства Уолтера Уайта. По этому случаю ряд интернет-ресурсов взяли интервью у сотрудника съемочной команды сериала, отвечавшего за игровой транспорт, Денниса Миликина, который, в общем-то, рассказал много чего интересного. В частности, именно он занимался не только техническим обслуживанием снимавшихся автомобилей, но и участвовал в подборе необходимых транспортных средств, хотя последнее слово все равно всегда оставалось за шоу-раннером сериала Винсом Гиллиганом. К примеру, от сценаристов поступала задача найти необходимый автомобиль, подходящий характеру того или иного персонажа. Команда Денниса подбирала изображения похожих автомобилей, Винс Гиллиган выбирал итоговый автомобиль, после чего начинался поиск необходимой машины для съемок, а также, если была такая необходимость, осуществлялись необходимые переделки, покраска и так далее. По словам Денниса Миликина, единственный эпизод сериала, в создании которого он не участвовал, это была пилотная серия, для которой, собственно, команда уже подобрала два ключевых автомобиля, RV Fleet Foot Bounder и тот самый Ацтек. Причем именно Pontiac Aцтек был указан как один из главных вариантов основного автомобиля у Уолтера Уайта, в пояснении к оригинальному сценарию. Деннис признается, что, насколько он знает, изначальная идея была подобрать автомобиль Аутсайдер для персонажа-неудачника, машину, весь внешний вид которой говорил бы о том, что у ее владельца не все в порядке в этой жизни. Модель крайне непопулярную, некрасивую, но при этом дешевую, чтобы зритель понимал, что автомобиль куплен человеком, который, несмотря ни на что, умеет считать деньги и готов мириться со спорным дизайном, странным цветом и неоднозначной репутацией выбранной модели, только потому, что сам автомобиль не доставляет особых халопот и выполняет поставленные задачи. Но и плюс кинематографичность, понятное дело, машина должна так или иначе запоминаться, совсем уж что-то безликое тоже не подходило. Деннис, увы, не уточняет, какие еще автомобили были в изначальном списке, но так или иначе, в конечном счете, выбор Винса Гиллигана, как и планировалось, был сделан именно в пользу печально известной модели General Motors Pontiac Aztek, о которой сегодня и поговорим. Автомобильная история порой совершает очень причудливые повороты. Часто бывает так, что перспективные технические решения не находят отклика у покупателей, а спустя десятилетия внезапно оказывается, что за этими инновациями как раз таки будущее. А современники этого просто не понимали. Вокруг новых моделей и интересных разработок всегда было много споров. Но если говорить о Pontiac Aztek, то во времена его продаж в автосалонах и покупатели, и автообозреватели, и журналисты были единогласны. Это была просто ужасная машина. Тем забавнее, что сейчас, благодаря популярности сериала «Во все тяжкие», американские обыватели внезапно заново открыли для себя эту машину. Но тогда, в начале нулевых, на Aztek обрушилась прямо-таки лавина ненависти. Причудливый, угловатый и удивительно непропорциональный кроссовер с очень странной оптикой и еще более странным остеклением в течение ряда лет был предметом многочисленных шуток и мемов. Автомобиль возглавлял различные списки самых уродливых автомобилей в истории мировой автопромышленности. Правда, в некоторых подобных хит-парадах его обгоняли модели Fiat Multipla, Toyota Wilvy и так далее, но не суть. Его провал в финансовом плане называли одной из главных причин того, что слабейший бренд Pontiac в конечном счете бесславно покинул американский рынок. Впервые концепт будущего Pontiac Aztek был показан публике в 1999 году сразу на нескольких североамериканских автосалонах. Show Car был создан командой инженеров и дизайнеров под руководством Тома Питерса, будущего дизайнера седьмого поколения Chevrolet Corvette на секундочку. При этом ряд источников указывают, что за внешний вид Aztek отвечал еще и генеральный директор отдела дизайна General Motors Уэйн Черри, человек-легенда, сменивший на посту главного дизайнера General Motors самого Чака Джордана, но, судя по всему, это не совсем так. Согласно интервью тех лет, General Motors с помощью проектов, подобных Aztekу, планировали избавиться, наконец, от имиджа крайне осторожной автомобильной корпорации, выпускающей очень унылые одинаковые автомобили на универсальной платформе, отличающиеся друг от друга лишь значками и названиями моделей. По задумке новый Aztek должен был быть агрессивным, смелым, ярким и запоминающимся. Предполагалось, что в этой новой концепции можно будет объединить брутальность внедорожника Chevrolet Blazer и спортивный стиль Chevrolet Camaro. Получившийся автомобиль должен был подходить не только для комфортных передвижений по городу, но и для развлечений любителей экстремальных видов спорта, автопутешествий на природу и в целом для активного отдыха. Интересно, что изначальный концепт действительно наделал шуму и в целом был довольно тепло встречен автомобильной прессой тех лет. Журналисты таких известных изданий, как Current Driver и Motor Trend, в общем-то, хвалили руководство General Motors за смелость, добавляя, что концепт, конечно, спорный и явно не для всех, но тем не менее, подобный образ отлично вписывается в агрессивную эру нью-метала и экстрима и отлично подойдет представителям так называемого поколения X. Тем не менее, как это часто бывает, когда компания Pontiac представила летом 2000 года уже серийный Ацтек, абсолютно все обозреватели, даже те, кто изначально поддерживали данный проект, были, мягко говоря, потрясены в плохом смысле слова, так как то, что им показали в итоге, не очень-то было похоже на изначально шоу-кар. Том Питерс рассказывал в многочисленных интервью, что виной всему платформа серийного автомобиля. От идеи создания нового шасси GM по старой доброй привычке отказались, предпочтя вместо этого модифицировать уже имеющиеся. Так как конструктивно Ацтек являлся кроссовером, компании-производителю необходимо было задействовать переднеприводную легковую платформу с возможностью опциональной установки полного привода для преодоления умеренного бездорожья. Из всего арсенала, что было у General Motors в те годы, была выбрана так называемая U-платформа, она же U-Buddy, первое поколение которой было разработано еще в конце 80-х, как основа для GM-овских минивэнов. Кстати, интересно, что пятое поколение U-Buddy до сих пор используется подразделением Shanghai General Motors. Платформа была действительно неплоха, если говорить о минивэнах, но здесь-то речь идет о полноприводном кроссовере, созданном в том числе и для агрессивной езды. Так или иначе, но в конце 90-х именно эту архитектуру было решено модифицировать под выпуск еще и кроссоверов. Ими должны были стать две новые модели. Pontiac Aztek, заводской код GMT-250 и Buick Rendezvous, заводской код GMT-257. Эти машины, в общем-то, конструктивные родственники, создававшиеся практически параллельно и позиционировавшиеся как первые кроссоверы General Motors. При этом, если к модели Buick вопросов практически не было, так как ее дизайн, созданный при участии художницы Элизабет Ветцель, никого особо не напрягал, то Aztek от Тома Питерса раскритиковали просто все, кому не лень. Причем эта критика, в первую очередь, касалась именно дизайна. Автообозреватели соревновались в острословии. Лауреат Пулитцеровской премии, автомобильный журналист Дэн Нилл был первым, кто назвал Aztek одним из худших автомобилей из когда-либо созданных. Он добавлял, что если обычно передняя панель автомобиля напоминает нам человеческое лицо, то здесь мы видим самое настоящее уродство. Аztek выглядит жутким и устрашающим. По словам журналиста, именно на такой кошмар лают собаки, а в соборах звонят колокола. Звезда портала Slate, автожурналист Микки Каус, тоже ругал неуклюжий внешний вид машины. Особо выделяет, цитата, «беспричинно агрессивную анималистичную морду автомобиля и маленькие колеса внизу разных квадратных арках». Карл Брауэр, генеральный директор и главный редактор Total Car Score отозвался о машине, как о ужасной непропорциональной поделке, завернутой в вродливый кузов. Он добавлял, что Aztek, по его мнению, выглядит как универсал, который раздуло и перекорежило так, будто внутри него взорвали бомбу, и все в таком духе. Тут, правда, следует уточнить, что это сейчас, в 2024 году, немалая часть североамериканского автомобильного рынка занята как раз-таки городскими кроссоверами, а тогда, четверть века назад, обозреватели, да и сами американские автопроизводители, в отличие от европейских и азиатских, пока еще не очень понимали, что это вообще такое, как к этому относиться и как с этим работать. При этом многие отмечали, что за всем этим причудливым дизайном скрывается, в общем-то, очень даже удобное многофункциональное транспортное средство, особенно для любителей активного отдыха, конечно. Да, безусловно, интерьер тоже не был таким ярким, как в концепте, но зато какие интересные идеи. Например, в центральной консоли прятался холодильник, который можно было достать из машины, также легко демонтировались задние кресла из салона, а на пол можно было положить штатный надувной матрас. В поддоне грузового отсека находился интересный элемент, который тоже можно было достать из машины и передвигать, как чемодан на колесах. Ну и, конечно же, в качестве опции можно было заказать знаменитую палатку Ацтек, превращающую машину, если не в дом на колесах, то, по крайней мере, в место, где можно комфортно переночевать на природе. Плюс можно было установить различные крепления для велосипедов, серфа и сноубордов. Рекламные брошюры напоминали, что даже управление акустической системой Пионер с 10 динамиками можно было осуществлять из задней части машины, а двухсекционная откидывающаяся задняя дверь могла использоваться как скамейка, да еще и с подстаканниками. В общем, для вечеринки все было готово. Безусловно, единственный предлагавшийся покупателям двигателей В6 объемом 3,4 литра, мощностью от 185 до 188 лошадиных сил, в зависимости от модельного года, не особо-то резво тащил эту машину. Зато данную силовую установку хвалили за надежность и неприхотливость. Отмечалось, что при должном уходе этот мотор легко пробежит не одну сотню миль. 4-ступенчатый автомат 4Т65Е тоже не особо ругали. Да и в целом, несмотря на то, что джемовскую продукцию в принципе часто критикуют сами же американцы за ненадежность, время показало, что конкретный понтяк Ацтек держался очень достойно. Правда, увы, продажам это все равно не очень-то помогло. Изначально маркетологи General Motors рассчитывали на объемы в 75 тысяч единиц в год. При этом для окупаемости производства необходимо было выйти хотя бы на 30 тысяч единиц в год. Но у Ацтека не получилось и это. При всех вышеупомянутых минусах и нюансах машина оказалась еще и слишком дорогой для потенциальных покупателей. В 2002, 2003 и 2004 году было продано лишь по 27 тысяч единиц Ацтек, а в 2005 году, последний модельный год, только 20 тысяч. При этом уже упомянутый одноплатформенник Ацтека Бьюик Рэндеву продавался просто отлично. По 60 и даже 70 тысяч единиц в год, что в общем-то позволило немного сгладить последствия для АДЖМ от неудачи с Ацтеком. Так или иначе, но во времена событий сериала «Во все тяжкие», такой автомобиль как Pontiac Ацтек действительно легко было найти на вторичном рынке, в отличном состоянии и долго его эксплуатировать, при этом еще и не особо разоряясь на ремонтах. Плюс указывается, что в последние годы выпуска компания Pontiac сильно сбросила цены на новые автомобили, делала различные щедрые предложения для своих клиентов, в связи с чем была возможность урвать Ацтек действительно очень дешево. Так что я вполне допускаю, что такой человек как Уолтер Уайт мог приобрести в семью такую машину. Как в общем-то и принято было считать, что Ацтек – это машина для очень бережливых людей, которым плевать на дизайн и репутацию модели, зато не плевать на функциональность, универсальность, ремонтопригодность, надежность и безопасность. Недаром в сериале в последней сцене с этим автомобилем владелец автосервиса, которому Уолтер Уайт продал свой автомобиль после очередного ремонта всего за 50 долларов, утверждал, что автомобиль еще очень крепок и запросто проедет еще сотни тысяч миль. Так или иначе, но со слов Денниса Миликина, шоураннер Винс Гиллиган, выбирая эту модель из ряда предложенных, добавил несколько уточнений. Было решено не брать Ацтек первого года выпуска, с обвесом из серого непокрашенного пластика снизу. Вместо него были выбраны более поздние машины, где панели покрашены в цвет кузова. Цвет автомобиля был выбран не заводской. Данный оттенок зеленого не предлагался ни в один модельный год, но шоураннер решил, что автомобиль его основного персонажа должен быть именно такого цвета. Ну и плюс ряд других особенностей. Запаска вместо заднего левого колеса, постоянное или разбитое, или переклеенное лобовое стекло и так далее. Денис Миликин в доп. материалах к сериалу рассказывает, что на протяжении всего съемочного процесса, всех пяти сезонов, его команда использовала три внешне идентичных автомобиля Pontiac Aztek 2003 и 2004 модельного года. Причем одна из этих трех машин была оборудована креплениями для камер, дабы была возможность снимать актеров в салоне машины. А следующие две использовались для всех других сцен, включая погони и трюки. Один автомобиль как основной, герой один, а второй как его дублер, герой два. Соответственно, в силу того, что по сюжету Pontiac Aztek Уолтера Уайта постоянно попадал в различные неприятности, разбивался, а затем чинился, то и съемочные машины постоянно разбивали и чинили, дабы подменная машина получила идентичные повреждения и выглядела в кадре точно так же, как и основная. В случае, если понадобится замена. Если затем по сюжету машину ремонтировали, то и съемочные машины аналогично отправлялись на восстановление. И так раз за разом. Несмотря на то, что в сериале хватало экшен-эпизодов с автомобилями, по словам постановщика трюков ветерана Голливуда Эл Готта, работающего в индустрии с конца 80-х, в сериале «Во все тяжкие» не было никаких неожиданностей. Все автомобильные трюки отработали четко и по плану. По завершению съемочного процесса, как я уже говорил, один из снимавшихся автомобилей, в числе прочего кинотранспорта из сериала «Во все тяжкие», был продан на аукционе. В описании сказано, что речь идет об автомобиле, который участвовал в сцене умышленного столкновения Ацтека с 400-м субурбаном в конце 4-го сезона. Поскольку в пятом сезоне у этого автомобиля не так и много экранного времени, именно после этой сцены разбитый Ацтека решили не восстанавливать и снять оставшиеся эпизоды с теми машинами, что есть. В общем-то, в таком вот разбитом состоянии, не на ходу, его и привезли на площадку аукциона «Скринбит», где разбитый киноавтомобиль, напомню, один из самых основных в сериале, был выставлен по самой низкой стартовой цене всего за 1000 долларов. Правда, в конце концов, он ушел за 7800. Судьба еще одного киноавтомобиля, увы, осталась неизвестной. Некоторое время назад он появлялся во временной экспозиции автомобильного музея Петерсона в Лос-Анджелесе, а затем где-то затерялся. Якобы машина все еще находится на складе реквизита производственной студии AMC. А вот еще один автомобиль, лучше всего сохранившийся, последние несколько лет является частью автомобильной экспозиции киностудии Sony, рядом с еще одним знаковым автомобилем из этого сериала – RV Fleetwood Bounder. Но об этом и других автомобилях из этого, безусловно, замечательного сериала я все-таки расскажу в других выпусках, если будет интерес, понятное дело. И, кстати, о какой автомобиле из сериала «Во все тяжкие» больше всего запомнился лично вам, и интересно будет узнать. А на сегодня все. Всем сила В-8. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин